Итак, я продолжаю, значит, ещё минутки две займу, Пётр Николаевич, ещё минутки две, потому что не могу, там уже звонки просто есть, которые надо как-то тоже ответить. Я понимаю вас. Значит, теперь, вот как только вы в этот режим войдёте и проведёте в нём недели три, вот после этого, пожалуйста, начинайте горячее грудное обёртывание, аккуратно. Я делал уже, правда, это было в январе. Да. И что с вашей аритмией? Ничего, нормально всё было. Очень хорошо. Значит, вы продолжаете горячее грудное обёртывание, хорошо? Угу. И обмазывание, вот эти вот обмазывания... А вот эта процедура сколько, Антолий Афимов, скажите, пожалуйста? Не могу сказать, сколько процедур. Я так думаю, порядка десяти-двенадцати горячего обёртывания. Может быть, даже больше. И делайте, пожалуйста, параллельно. Ладно, сегодня горячее грудное обёртывание, а завтра обмазывание, хорошо? Хорошо. Вот тоже двенадцать процедур, и тех, и тех. Да, понимаете, мы таким образом нагрузку с почек снимем, попроще будет мочевыводящим, и попроще будет с простатитом и аденомой. Понятно? Понял. Вот это очень важный момент. А вот месяца через полтора постарайтесь, пожалуйста, если возможно, так сказать, дозвониться до нас, ладно? Потому что там надо будет скоррегировать немножко ситуацию, связанную с вашей аденомой. Там нужно будет подумать об онкопротекторах. На всякий случай, я вам скажу, что месяца через полтора вам надо будет приготовить квас на чистотели по Болотову. Знаете? Да, я в курсе делал. Вот, и его пропить. Понятно? Пропить его. Обязательно. Возможно, потом нужно будет вернуться, обратиться к тадикампу. Есть такой препарат, который называют тадикамп, да? Известный. Он, слава богу, так сказать, разрешен использованием в народной медицине и в ветеринарии. Он проверен, он не токсичен. Но он обладает очень мощным противовоспалительным действием. А это очень-очень важно. Понимаете? И особенно это касается доброкачественных опухолей. Да? А аденом у нас с вами доброкачественная опухоль. Понятно? Да, совершенно правильно. Всё ясно. Анатолий Фимович, это мне всё понятно. Вот, скажите, пожалуйста, вот с этим хеликобактером, как всё-таки... Наплюйте про него и забудьте. Хеликобактер появляется тогда, когда начинаются эрозии. Как? Когда начинаются эрозии. Последний момент, последний совет. Пожалуйста, в пищу введите каждый день. Каждый день дополнительно в качестве белка. Желатин. Желатин. Да. Желатин по сколько? Одну чайную ложку в день с едой. Понятно? Утром, да. Как хотите. Утром, днём, вечером, пожалуйста. Ясно. Понял. И потихонечку. Вот я так полагаю, что вот этот вот режимчик наш с вами, с обмазаньями особенно, да, он поможет вам и вернуть сон. Понятно? Ясно. Понял. Вот таким вот образом. Ясно, Анатолий Фимович, я вам очень благодарен. А дальше, вот тогда, когда вы начнёте горячее грудное пёртывание и обмазывание, вот там надо будет подумать об использовании коры ивы. Понятно? Я вот сейчас её пью, я вам просто не сказал. Хорошо, хорошо. Вот эти три, вот, как я вам сказал, лапа, вот это значит солянка и всё остальное. Хорошо. Анатолий Фимович, я вам очень благодарен, большое вам спасибо. Здоровья всех благ, с вступающими великими праздниками. Спасибо большое. Всем дамы, в вашей семье, здоровья всех благ. Спасибо вам великое. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Алло, я слушаю. Я слушаю. Друзья мои, вот видите как, да, приближается у нас с вами великий праздник, великий праздник. И человеческий, и общенародный. В России этот праздник вообще, так сказать, особый, который отмечают даже атеисты. Я имею в виду пасхальные праздники. Понимаете, ваш покорный слуга живёт на свете уже довольно давно. И я с советских времён помню, как в России отмечалась Пасха. Несмотря ни на какие разговоры про запреты, про это, в моём доме этот праздник отмечался всегда. И я просто желаю вам встретить его в хорошем настроении, в прощении и в понимании величавости этого дня. Алло, я слушаю. Алло. Да? Да. Да, да, я слушаю. Это я слушаю? Здравствуйте, Анатолий Ефимович? Да, да. Здравствуйте, это вас беспокоит Людмила Егоровна из Москвы. Да, Людмила Егоровна. У меня такой диагноз – пастическая кривошея. Я вот полгода уже конспектирую ваши выступления. И я хотела бы понять, вот, что случилось со мной и с чего начинать. Потому что как-то в одной из ваших передач я поняла, что мне нужно чистить лимфу. Вот. И, в общем-то... Вы знаете, Людмила Егоровна, можно мне задать вопрос? Да, да. А почему вы решили, что вам надо чистить лимфу? Ну, вот в одной из передач как-то прозвучала такая фраза, что спастика, мышечная спастика может произойти из-за того, что засорение лимфы идет. Ну, я просто так поняла, может, я неправильно поняла. Вы знаете, мне кажется, что вы не очень хорошо, не очень правильно поняли. Угу. Спастика может возникать не поэтому. Совсем даже. Угу. Понимаете, спастика может возникнуть из-за того, что вы не заметили некую травму. Понимаете? У вас спастическая кривошея вот так тянет, да? Да, да. Значит, смотрите, она может возникнуть в основании шеи, в верхней части грудного отдела позвоночника, шейный отдел, соответственно. И нам нужно в этой ситуации попробовать повоевать с двумя вещами. С двумя в первую очередь. Угу. Это... Вот попытаться обнаружить вначале, понимаете? Потому что вы же ходили к доктору, правильно? Да, я уже 10 лет, в общем-то, еще докторы от меня отказались. Они сказали, что это не лечится, и типа вот тебе инвалидность, и гуляй. И гуляй, понятно. Да. Значит, сколько вам лет, Людмила Егоровна, сколько вам лет? 60 лет, и я уже вот много всяких разных методов перепробовала. Каких? И много было у кого, да. Каких? Что? Каких методов? Каких методов? Я спрашиваю не из любопытства, поймите, Людмила Егоровна. Я должен понимать, что вы уже как бы использовали, что вы попробовали, да, и, так сказать, что это такое, для того, чтобы самому понять, что можно вам в этой ситуации посоветовать. Я ведь не ради любопытства спрашиваю. Я все прекрасно понимаю, да. Я, ну, воду я пью уже 2,5-3 литра уже лет 7, вот, и потом, значит, диету соблюдаю. Ну, правда, я использую не аппликатор Кузнецова, а аппликатор Лепко. Уберите, уберите, он вам не нужен. Не нужен, да. По одной простой причине. Механизм действия совершенно иной. Угу. Просто иной, понимаете? Да. Это, это, как вам сказать, как вам сказать, вот смотрите, вот, аппликатор Кузнецова, его действие абсолютно механическое. Да, вот иголки, мое тело и иголки. Я ложусь на иголки, первое, что возникает, спазм. Угу. Вот первое, что возникает, тогда, когда я ложусь на иголки. Или укладываю иголки. Так тоже может быть. Спазм, потому что это ведь разрушение, правда? Это травма. Да. Для моего мозга, это травма, это как, извините, покушение на целостность организма. Он сопротивляется, спазм. А вы продолжаете ложиться. И вот тот момент, когда вы ложитесь, возникает и боль, и спастика, вот эти вот две минуты тянущиеся. Да, да. А дальше начинается очень мощная мышечная релаксация, причём глубокая. Угу. И вот за счёт этого, та спастика, о которой вы говорите, она должна начать снижаться. Если вы используете липко, хороший, я ничего не могу сказать, я неплохо отношусь к нему. Но дело всё в том, что у липко принцип совершенно иной. Там пара, металлическая пара, на остриях которого возникают микротоки. Да, они разогревают, они улучшают кровоток. Это всё так, понимаете? Они помогают организму справиться с теми воспалительными процессами, которые есть. Но самое-то главное, от чего вы должны, хотите бороться, спастику они не уберут. Понимаете? Я всё прекрасно поняла, да. То есть заменить на аппликатор кузнецов. Обязательно. Теперь скажите мне, пожалуйста, нет, вы не ответили мне. Вы просто перечислите. Я была у массажистов, делала то-то, делала то-то, делала вот это. Вот очень важно мне. Да, я была у массажистов, делала массажи по 30 курсов. В общем, облегчения не было. Да, я была у иглорефлексотерапии, так. Да, делала тоже. Но значения были, улучшения были незначительные. Но были. Да, ну были, но очень-очень. Так, хорошо. Так, ещё. Ну, что ещё? Что делали? То кибернара. Какая физиотерапия была? Физиотерапию у меня делать нельзя, потому что у меня кругом кисты, узлы. И на щитовидке тоже проблемы сказали удалять. Ну, вот я пока не удаляю. Понятно. Делала недавно анализы, короче. Но пока оставили. Сказали доброкачественный там узел большой. Ну, что, сейчас поставили очередной диагноз сахарный диабет, неинсулинозависимый. Да. Вот. Ну, что у меня ещё? Показатели печёночные повышены тоже. И мочевая кислота повышена здесь по анализу крови. Да. Вот. Что ещё? Интересно. Ну, по сердечным делам, значит, сказали жить можно. Но здесь есть изменения, потому что у меня давление уже лет 10 держится в пределах 170 на 100. Ну, это так у меня вот ежедневное давление. Я сбиваю до 150. Так. Ну, в общем, вот в почках там камень обнаружили с кистой тоже недавно. Ну, вот так вот. Это очень тяжёлая задача у нас с вами, потому что это называется «куда ни кинь, везде клина». Да, да, да. А самое главное, что, так сказать, вам некоторые очень нужные для вас травы использовать нельзя. Нельзя. Я пробовала пить. В смысле, и пробую, и пью петрушку, как вы рекомендовали. Петрушка – да, петрушка – да. Петрушка – да. Но петрушку вам надо принимать иначе. Это я вам сейчас скажу. Так, ещё что значит? Так, значит, вас ограничили в воде. Ограничить в воде? Нет, вас ограничили в воде, наверняка врачи. Нет, вы знаете, вот я вчера только пришла от врача, она мне сказала соблюдать водный режим. Замечательно. Я такой врач, да. Слава Богу. Да, я пью 2,5 литра, а то и 3 получается иногда, если дома, потому что выезжать особо. Если выезжаешь куда-то, конечно, много воды не пропьёшь. Хорошо. Знаете как, по возможности, вот самый простой вариант, я, пожалуйста, я вам сейчас скажу. Это самый простой вариант такой. Петрушка. Угу. Каждый день, пожалуйста. Да. Каждый день обычный чай, обычный чай. Либо чайная ложка сухой, либо столовая ложка мелко нарезанной. Понятно? Да, да, это я делаю. Но один раз в неделю, один раз в неделю, четыре раза можно обойти с не петрушкой, а панангином, который вам никак не помешает. Угу. Значит, четыре приёма утром по одной таблетке. Панангин. Да. Четыре таблетки во второй половине дня. В первой половине, во второй половине дня всего 8 таблеток в день. Понятно? Да, понятно. И каждая таблетка через полтора часа. Угу. Мочекаменная болезнь есть? Да, вот камень обнаружили в почке. Вот, вот, вот. Значит, нам в этой ситуации вот этот режимчик тоже поможет. Угу. Немножко погоним соли, вот это всё. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы потеете? Да. Незначительная даже физическая нагрузка, в общем-то, выделю. Ну, вам не хватает. А температура тела какая? Ну, нормальная в основном, 36,6. Понятно, значит, но потеете. Да. Понятно. Если можно, горячие грудные обёртвы, то есть обмазывание, вот тоже, о чём я говорил в предыдущей части. Обмазывание. А это можно при мастопатии? А почему нет? Это не горячая процедура. Угу. Понимаете, вы делаете при комфортной, тёплой, в тёплой комнате. В тёплой комнате. Да, я знаю, вы объясняли, да. Да. И температура вот этого состава, бальзамчика, должна быть тёплая. Ни в коем случае ни 39, ни 40, никуда. Угу. Понимаете, нам просто надо немножко организм заставить подышать. Да, понятно. Плюс к этому, пожалуйста, значит, вот к этим обмазываниям, пожалуйста, надо... Так обмазывание или обёртывание? Нет, обмазывание, обёртывание нет. Обмазывание вы имеете в виду с кипидаром? Да, вы берёте смесь кипидарных эмульсий. Угу. Залмановских. Да, понятно. В равном количестве. Угу. В 4 чайных ложки одной, 4 чайных ложки другой. В посудинку вот так вот сливаете, да? Очень ясно. Да, добавляете горячую воду. Угу. Как следует размешиваете, она становится густеет. Угу. И получается такое, как крем, как крем-бальзам. Да. И наносите на всё тело. Бояться по поводу мастопатии не нужно, потому что никак не мешает. Это проверено уже, так сказать, десятилетиями со времён Залманова. Понимаете? Понятно. Я думала обёртывание, поэтому... Нет, нет, нет. Обёртывание нет. Понятно. Да, потому что обёртывание, там горячие температуры, там не очень хорошо. Понятно, да? Вот петрушка обмазывания. Да, всё ясно. Вот это. Теперь, обязательно рыбий жир. Это я пью. Так. И обязательно, пожалуйста, при вашей мастопатии и прочих проблемах с кистами совсем, рецепт госпожи Бадвик. Это я всё делаю. Я делаю льняное масло, как вы сказали. Очень хорошо. Да, петрушки. Значит, обязательно теперь, обязательно, эппликатор Кузнецова на всю спину. Так, всё ясно. Значит, я меняю. На всю спину. Да, всё хорошо. Причём от затылка и до самого копчика. Да. И постелька под ним, под эппликатором, должна быть мягкой. Да, да, да. Понятно? Да, всё понятно. К ногам обязательно грелочку. Угу. Она не должна быть горячая, она должна быть, ну, такой, знаете, вот как чуть-чуть тепловатая, чуть-чуть горячеватая. Да, понятно. Вот так. Очень тепло одеваться. Угу. Очень тепло. Угу. И полтора-два часа. Ясно. Каждый день. Каждый день. Так, я ещё делала... Теперь смотрите, смотрите, есть такой, при использовании эппликаторов Кузнецова, есть такой режим. Называется прожим. Угу. Штука тяжёлая. Угу. Сами вы не сделаете. Есть кому? Нет. Да и подружки нет, которая может это сделать. Я объясню, как это делается, ладно? У нас с вами очень мало времени. Да, хорошо. Смотрите, где у вас пастика с этой стороны? С левой. Отсюда? Отсюда? Да, да, с левой стороны, да, вот. Вот так, вот отсюда? Да. Да? Да. Вот на эту зону, её надо протереть немножко ваткой там, или водкой, или перекисью водорода. Угу. Вы, опять же, промочить эппликатор, кусочек эппликатора небольшой, промочить или перекисью водорода, или водкой, ваткой, как следует. Угу. Кладёте на эту зону, кто-то должен положить, и сильно прожать. Угу. Больно очень. Я поэтому сказал, что, так сказать, это вот такая чудовищная процедура. Угу. Она не чудовищная, я сам её временами использую для того, чтобы, ну, знаете, 72 года, поэтому бывает и там прихватит какой-нибудь, типа, радикулит что-нибудь. Угу. Понимаете, я делаю этот прожим сильно, нажать и держать полторы минуты. Понятно. Снять. Угу. Вот если вы начнёте это делать вместе с эппликацией, да, у вас вот этот спазм, этот спазмированный узел потихонечку, потихонечку начнёт размягчаться и уходить. Понятно? Понятно. Вот это надо сделать. Понятно. Понимаете, потому что проблема в том, что у вас уже привычный спазмический узел по толстым мышцам, которые держат позвонки. Всё ясно. А по поводу очищения, вот эти вот, как мне делать или... Знаете, очищения какие, что вы имеете в виду? Ну, я и магнезию пила, вот чистилась, как вы говорили, но до этого я очистила и печень, но там такие были методы, да. Тюбаж. Да, тюбаж делала, и потом... Делайте. И клизмы, в общем, всё вот это. Делайте, пожалуйста. Нет, клизмы не делайте, клизмы не надо делать. Угу. Клизмы, извините, ради бога, только хуже сделать. Не надо. Всё ясно. Значит, мне очищение делать, как вы вот раньше говорили. Да, лучше сорбенты, лучше сорбенты, один раз в неделю экстренное очищение магнезии. Это да. Тюбаж пока не советую. Вот когда вы недельки две-три пропьёте и проделаете петрушку и панангин, раз в неделю, раз в неделю эти вот восемь таблеток можно делать. Понимаете, вот после этого, так сказать, раза два-три, когда проделаете, вот после этого можно сделать тюбаж. Угу. Всё ясно. Хорошо. Спасибо. Ну, всего доброго, потому что у нас с вами времени уже не осталось. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, любого любого. Счастливо. До свидания. Счастливо. Друзья мои, значит, на сегодня наша встреча закончилась. У нас с вами следующая встреча будет в Страстную Субботу. Позвоните, извините, ради бога, но в этот день программа пойдёт в записи, потому что есть важные вопросы, на которые мне надо будет вам кое-что рассказать. Она будет в записи. Так, чтобы вам по этому поводу не волноваться, не суетиться, никаких проблем нет. И потом я хотел... Надо проработать некоторые материалы. Я возьму 10 дней отдыха, поэтому следующая передача пойдёт, там, 6 или 7 числа, она будет тоже в записи. Пожалуйста, давайте мы договоримся так. Ну вот, а уже вопросы, которые возникнут у вас по поводу вот этих двух передач, я постараюсь вам ответить уже в прямом эфире, так, как положено при наших с вами еженедельных встречах. Вот это я сделаю обязательно. И я прошу прощения. У нас... Мы с вами сегодня в преддверии великих праздников. И поэтому я позволю себе заранее поздравить вас с наступающим пасхальным праздником. Пожелать вам, как вам сказать, уверенной, спокойной, твёрдой встречи Великого Дня Воскресения Господня. Ну и, соответственно, я хочу вас поздравить с наступающим праздником весны и Дня Победы. Вот эти великие дни в истории нашего народа. Всего вам доброго.